МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все социальные вопросы, важные для каждого казахстанца, инициативы закреплены в предвыборной программе партии Нур-Отан. В столице прошел 20-й съезд правящей партии. Отчет с пристрастием глава области потребовал от районных и городских руководителей не скрывать реального положения дел, которые на этой неделе отчитались о проделанной работе за год. Скоростной трамвай в Алматинской области запустят легкорельсовый транспорт. Взаимовыгодный проект главе Алматинской области. предложили бизнесмены из Турции. Самые идейные, целеустремленные и креативные в области выбрали молодых лидеров. Конкурс Кошбаши определил победителей по 20 номинациям. 30 лет партнерства и развития. Итоги 9-го гражданского форума Казахстана подвели в Нур-Султане. Онлайн-конференция собрала почти 30 тысяч человек. Наградами отмечены активисты Алматинской области. Гениальная личность, опережающая время. В преддверии государственного праздника дня первого президента в газете «Егемен Казахстан» вышла объемная статья Акима Алматинской области Аманды Кабаталова. В ней автор изложил воспоминания созидательных дел первого президента нашей страны, которые, опережая время, стали большим импульсом для развития страны. «Мы не должны искать путь, мы должны его строить», – сказал он, имея в виду такого дальновидного и целеустремленного деятеля, как Ельбасе. И привел некоторые документальные факты за период прошлых лет. На момент обретения независимости Аманды Кабаталов возглавлял бывший Ленинский, а затем Житусусский районы Алматы. Выплата заработной платы и пенсии – проблема. Глава государства принял Акимов районов города Алматы, детально изучил положение дел, ободрил руководителей ведомств, перед которыми стояли архисложные задачи. Завод имени Кирова, в котором работали 8 тысяч человек, располагался в районе, который в тот период возглавлял Аманды Кабаталов. Тогда он оказал максимальную поддержку крупной производственной площадке. Заверил Акимов и народ, что трудности временны, они преодолимы, а будущее можно построить светлое. Обещание сбылось. Президент неустанно работал над его выполнением. Продумал каждый шаг развития, пишет Аманды Кабаталов. Процитирую. «Меня впечатлили три качества президента. Первое – он может смотреть на любую проблему пространственно. Второе – он во все вникает, изучает и принимает решения. Ну а третье – его дальновидность. Редко, когда такие способности могут быть объединены в одном человеке. Это присуще лишь феноменальным личностям», – написал Аманды Кабаталов. «Алматинская область – малая родина Нурсултана Назарбаева. Для меня большая честь руководить этим регионом и огромная ответственность», – резюмирует публикацию Акимобласти. Он отметил, что достижения и победы региона – это прямая поддержка Ельбасы и доблестный труд семереченцев. А также пожирал благополучие исторической, поистине легендарной личности. Статья, полная интересных фактов, уникальных данных и личных воспоминаний, заслуживает особого внимания. Полный текст статьи вы можете прочесть в номере от 26 ноября газеты «Егемен Казахстан». А мы продолжаем и далее главной теме этой недели. В центре внимания социальные вопросы. На решение насущных проблем казахстанцев в ближайшие пять лет направят свыше 20 триллионов тенге. Важные для каждого аспекты отныне закреплены в предвыборной программе партии Нур-Атан. В столице в минувшую среду прошел 20 съезд правящей партии. Как отметил ее председатель Ельбасы Нур-Султан Назарбаев, сегодня в одной из самых сложных для всего мира время, когда вокруг бушует пандемия, а кризис – один из самых глубоких, как никогда важны стабильность и единство. Все это помогло не только сохранить спокойствие внутри страны, выполнить все социальные обязательства и поддержать бизнес, но и смотреть в будущее с оптимизмом. Вот здесь и нужна будет новая политическая энергия, вдохнуть которую должны новые лица. А их сегодня немало. За время внутрипартийных выборов в партию вступило более 42 тысяч новых сторонников. Теперь и в их руках исполнение главной задачи – сохранение экономической и социальной стабильности в стране. Важна в этом преемственность политики Ельбасы, отметил президент страны Хасымжумар Токаев. Нужно придумать импульс системной модернизации, сформулированной первым президентом в пяти институциональных реформах и плане нации, подчеркнул глава государства. С этой же целью и была принята предвыборная программа партии, в которой отражены главные чаяния народа. Путь перемен, достойная жизнь каждому. Что именно намерено в ближайшие пять лет сделать самая народная партия страны, расскажет Гульмира Цемергалеева. Партия реальных дел. Именно такую оценку дал Хасымжумар Токаев, подчеркнув лидерство партии большинства и ее готовность нести ответственность за будущее Казахстана. Наряду с этим им названы четыре основных приоритета, среди которых и принципы устойчивого развития экономики регионов. Ключевым направлением остается также борьба с коррупцией. По мнению главы государства, партия и ее единомышленники играют важную роль в единении народа. А значит, их главная задача – не пустые обещания, а конкретные дела. Именно на этих принципах должна основываться деятельность каждого кандидата, подчеркнул президент. Чтобы использовать этот исторический шанс, нам необходимо предложить в стране новую парадигму развития. Здесь понадобятся усилия всех медведей власти – президента, правительства и, конечно же, законодательной власти. Поэтому предстоящие выборы особенно важны для всего общества. Принятая на съезде предвыборная программа партии гарантирует достойную жизнь каждому казахстанцу. В течение пяти лет будет затрачено порядка 21 триллиона тенге на реализацию социальных проектов. Это развитие телемедицины и строительство современных медцентров в каждой области, повсеместное внедрение цифровизации и проведение газификации, выделение грантов на поддержку молодых предпринимателей, снижение количества маргинальной молодежи, решение проблемы трудоустройства. Большое внимание уделено изучению государственного языка и развитию массового спорта. В приоритете также IT-технологии и туристическая сфера. К 2025 году увеличится и количество школ. Нужно придать импульс системной модернизации, сформулированной первым президентом Нусултаном Абишевичем Назарбаевым в пяти институциональных реформах и плане нации. С этой же целью мы принимаем предвыборную программу «Путь перемен. Достойная жизнь каждому до 2025 года». Своё мнение выразили и кандидаты из разных регионов Казахстана, каждый из которых готов к реализации идей предвыборной программы. Среди них жительница Жамбылского района Алматинской области, журналист, многодетная мать и медиаволонтёр Алия Апсиметова. Самореализация женщин – один из приоритетов нашей предвыборной программы. Я общаюсь со многими женщинами, знаю проблемы, которые их волнуют. Часто женщинам приходится обивать пороги различных органов, чтобы решать свои вопросы. Сегодня нет единого ведомства, который координировал бы государственную политику в этой сфере. Государства делают очень многое для женщин, для многодетных матерей, для неполных семей и детей-сирот. Но думаю, что пора эту работу проводить системно. Среди экспертов часто обсуждается вопрос создания агентства по делам семьи и защиты прав детей и женщин. Я хотела бы поддержать такую идею. Проект создания агентства по защите прав детей и женщин был поддержан и первым президентом страны Нурсултаном Назарбаевым. По мнению Ельбасы, в период пандемии возросло количество бытового насилия над женщинами и детьми. Поэтому открытие агентства поможет решить многие существующие проблемы общества, подчеркнул Нурсултан Назарбаев. Сегодня кандидаты предложили очень много хороших идей. Особенно я хотел бы выделить проект Алии Апсиметовой, жительницы Алматинской области. Правительству нужно уделить ему всестороннее внимание. Это серьёзная проблема в обществе. И от реализации идеи зависит благополучие женщин и детей. В ходе работы съезда был также утверждён партийный список кандидатов в депутаты в мажорист парламента страны. Из 126 человек, 77 выбраны через праймерис. В их числе и 8 кандидатов от Алматинской области. К слову, почти треть списка составляют женщины. Как отметил Нурсултан Назарбаев, членство в партии не привилегия, а обязанность перед обществом ежедневно работать на благо Родины. Слова на путствие кандидатам партийного резерва выразил и глава Алматинской области Амандык Баталов. «Партийная программа, то, что Хасмаджамад Кемир сказал, видели то, что мы делаем, в скольких пунктах перекликается. Завтра, послезавтра общежитие будем занимать. Трёхсменные школы, по детским садам, по обеспечению качественной жизни. Вода, компьютер, Басха, Пала-Басха. Вы должны эту программу знать. Вот и все люди, члены штаба, другие все должны это для людей давать». «Очень рада, что в Алматинской области были выбраны достойные 8 кандидатов, в том числе и я. Я хотела бы поздравить всех, в первую очередь, и, конечно же, отметить то, что сегодня на высоком уровне было отмечено мое предложение. Я была рада, как мама, как женщина и как гражданин Казахстана, что о создании агентства по делам семьи и защиты прав детей и женщин. «Что многодетным матерям даст это агентство? Это остановит в какой-то части по своему бюрократию. Женщины будут обращаться только в один орган. И этот орган будет решать их проблемы на одном месте». Для восьми кандидатов праймерис уже позади. Но это только начало серьёзного пути служению народу и решению социально-экономических вопросов на более высоком уровне. Гульмира Тимиргалеева, Авзал Нусипов, телеканал ЖТСУ, Талдыкурган. Принятая на съезде партии предвыборная программа – это детально просчитанный, а главное реалистичный документ. Это эффективный комплекс мер, который прежде всего направлен на повышение благосостояния народа. Программу, подчеркнул глава государства, готовила вся страна. А потому предстоящие выборы особенно важны для всего общества, особо отметил президент. Напомним, пройдут выборы 10 января. 160 миллионов долларов намерены вложить турецкие инвесторы в казахстанские проекты. Об этом сообщили в пресс-службе «Казахинвест». Предварительные договорённости о сотрудничестве с сторонами были достигнуты на переговорах с представителями деловых кругов Турции и Казахстана. Потенциальные инвесторы заинтересованы инвестировать в сферу промышленности, АПК, а также через механизм государственно-частного партнёрства. По итогам 8 месяцев 2020 года, несмотря на пандемию, товарооборот между странами увеличился и составил свыше 2 миллиардов долларов. Особую заинтересованность турецкие инвесторы видят в Алматинской области. Выгодная логистика и, главное, созданные благоприятные условия для предпринимателей уже вылились в десятки совместных успешных проектов в аграрном и промышленном секторе, а также в сфере услуг. На этот раз иностранные инвесторы хотят вложиться в дорожно-транспортную систему. Проект под названием «Скоростной трамвай» предложили главе Алматинской области бизнесмены из Турции. Его суть заключается в запуске легкорельсового транспорта, связывающего Талгар, Каскелен и Алматы, а также охватывающего несколько районов мегаполиса. Это позволит уменьшить уровень пробок и упростить перемещение жителей между городами. По предварительной оценке стоимость проекта составит порядка 260 миллионов долларов. Все расходы компания «Майкл», выступающая инвестором, намерена покрыть самостоятельно. Ранее она уже инвестировала 750 миллионов долларов в строительство Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороги. В рамках встречи глава Алматинской области выразил готовность к взаимовыгодному сотрудничеству, заверив бизнесменов во всесторонней поддержке, а вместе с тем сделал встречное предложение. Инвестиции будут нужны важные для Алматинской области проекты реконструкции верхних Каскеленской и Талгарской трасс. Стороны обсудили нюансы и пришли к взаимовыгодным договоренностям. Мы хотели сделать там скорость, скорость, скорость поезд именно для Талгар и Каскелен. Первый этап мы планировали город Алматы до аэропорта и внутри. Второй этап до Талгар. Третий этап мы планировали до Каскелен, потому что все проекты интегрировать друг в друга. Вы вот эту верхнюю Талгарскую трассу мораллельно вот в этот проект включили, чтобы начали тоже реконструкцию и расширение его. Потому что не все захотят ездить на ЛРТ, некоторые на машине, правильно? Конечно, конечно. Дорога должна, если шикарная ЛРТ, дорога узкая, забитая, вся плохая, тоже не пойдет. Да. Хорошо? Хорошо. Давайте мы заключим меморандум. Все необходимые исходные данные вам дадим. Давай начнем работать. Большие перемены и новые проекты ждут и другие районы области. Тому, что сделано и сделать предстоит, была посвящена эта неделя. Аким области заслушал отчет каждого руководителя региона. Конец года. Самое время подвести итоги. А еще проанализировать, что из запланированного выполнено и что еще предстоит сделать в первую очередь с учетом нынешних реалий. Вопросы, требующие безотлагательного решения бюджетных средств и максимально нужные населению, были озвучены на ежегодных отчетах Акимов районов перед руководителем области. Амандык Баталов настоятельно попросил коллег уйти от заученного доклада, а мобильно перейти к главному. А это нужды населения и меры по поднятию экономики. Первыми держали отчет Акимы Ильийского, Кигенского, Реймбекского, Панфиловского и Уйгурского районов. Ильийский район является одним из лидеров по привлечению частного капиталовложения. Так, в 2020 регион поступило 98 миллиардов тенге инвестиций. Следующий год должен стать не менее плодотворным, заверяют местные власти. По словам Акима Багдата Харасаева, планируется вот 15 новых промышленных предприятий. В целом район демонстрирует хорошие показатели по многим отраслям. Однако проблемным все же остается вопрос с трехсменными школами. На данный момент их 19. Сейчас у меня 4 школы строятся, 3 переходящие. На следующий год, 21 у меня сдача 7 школ. И я думаю, что в принципе по четырем школам мы практически успеваем. В июле месяце, августе мы уже их все сдадим. По трем, ну ситуацию вам уже докладывали. Теперь по ним у меня еще имеется и закончили, имеется экспертиза еще на две школы. Большая загруженность в Утиген-Батыри в районном центре. Четыре школы, вот допустим в 38 школе, школа на 900 мест учится, 2992 ученика. И отсутствие земельного участка. Мы сейчас определили, через банки владеет 9,5 гектаров земли в сторону Казуту мы нашли. В случае оценки мы нашли компанию, она, если вы одобрите, они готовы построить школу на 1200 мест. Все проекты, касающиеся сферы образования, нашли поддержку со стороны главы ЖТСУ. Поможет областной Акимат и финансирование жилищного строительства. Приоритетом в этом вопросе является обеспечение квадратными метрами очередников и социально уязвимых слоев населения. Аналогичную тему поднял в своем выступлении и руководитель Уйгурского района. Там местные власти при поддержке Акима области планируют построить 60-квартирный дом. Огромные перспективы у региона и в привлечении частного капиталовложения. За счет горячих источников и хорошего климата район привлекателен для осуществления проектов в туризме и агросекторе. Среди них можно отметить птицефабрику «Примакус» и крупный туристический комплекс «Пармиджано Групп». Там сейчас действуют два проекта, в том числе «Теплица» и «Корейские инвестиции». Они сейчас хотят расширяться, не хватает электроэнергии. Мы подготовили ПСД, но сейчас теперь «Пармиджано Групп» пришел. Нам надо ПСД дополнительно увеличить, он 4 мегаватт. В ходе заслушиваний Аким области сделал особый акцент на развитии туристического кластера. Огромный потенциал в этой сфере есть у Кигенского района. Живописная природа этих мест позволяет региону стать эпицентром мирового туризма. Потому глава ЖИТСУ поручил Акиму района разработать комплексный план проектов и начать их реализацию в следующем году. Также большое внимание уделено системе здравоохранения района. В четырех селах необходимо строительство новых медицинских пунктов. Просим на это у вас поддержки. Общая стоимость составляет 120 миллионов тенге. Объекты будут возводиться из быстровозводимых модульных конструкций. Это позволит нам сэкономить средства и время. Это хорошая идея. Ряд проектов в 2021 году реализуют и в Раимбекском районе. Вслед за Наренколом положительные изменения произойдут на малой родине Мухагали Махатаева в селе Харасас. В следующем году общественность отметит 90-летие именитого поэта и писателя. 90-летие Мухагали Махатаева – это знаменательная дата не только жесусцев, но и граждан всего Казахстана. Если пандемия закончится, со всей республики приедут гости. И потому мы должны их достойно встретить и создать все необходимые условия. Нужно сделать освещение, дороги, провести работы по благоустройству. В селе обновится школа искусств. В честь 90-летия мы установим в райцентре памятник нашему именитому земляку. Поручаю уполномоченным лицам докладывать о проводимых работах. Их ход будет на моем личном контроле. В 2021-м общественность страны отметит и 95-летие со дня рождения Данеша Ракишева. В названной в честь выдающегося композитора школы искусств в Панфиловском районе пройдет ремонт. Также будет разработана проектно-сметная документация на реконструкцию Дома культуры в селе имени Головацкого. В целом Акимобласти поддержал ряд проектов по модернизации и улучшению состояния социальных объектов. Резюмируя встречу, глава ЖТСУ поручил руководителям районов держать ход реализации работ на постоянном контроле. Ануар Роман Гильдинов, Абзал Нусипов, телеканал ЖТСУ. Такие отчетные встречи в первую очередь эффективная площадка для решения насущных проблем. Пандемия обнажила многие острые вопросы в сфере здравоохранения, образования и ЖКХ. Главная задача сегодня отметила Акимобласти их своевременное и качественное решение. Именно этого и потребовал глава региона Атакимов Аксузского, Кирбулакского, Коротальского, Искальдинского и Коксузского районов. Отчет которые держали в минувший четверг. На что намерены сделать ставку в новом году, расскажет Дамир Анитов. Во время пандемии власти сосредоточились на развитии внутренних экономических резервов региона. К примеру, в Аксузском районе объем промышленного производства составляет более 4 миллиардов деньги, а его экономическое развитие достигло 61 миллиарда. Показатели по основным критериям достигнуты, однако не обошлось без проблемных вопросов. Так в Аксузском районе не могут завершить строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. По словам ответственных лиц, недобросовестный подрядчик ведет работу с 2017 года, однако до сих пор не сдал объект. Глава Алматинской области поручил найти новых подрядчиков. Все работы должны быть завершены в срок. Дополнительные вливания требуются и на строительство здания ЦОНа. В одном помещении будут соседствовать сотрудники ЗАГСа и БТИ. Также в планах снос трех ветких домов. На их месте инвесторы хотят построить удобные коттеджи. Однако на выкуп земли нужны деньги и немалые – 500 миллионов тенге. Амандык Баталов одобрил проект и пообещал оказать всю необходимую помощь. Мы ознакомили главу региона со всеми проектами, которые требуют дополнительных вливаний. У нас несколько объектов, медучреждений и образования требуют капремонта. Также необходимо провести благоустройство и озеленение района. Очень надеемся, что они найдут решение. Работа предстоит огромная и в случае одобрения мы немедленно приступим. Довольно весомой поддержкой со стороны руководства области заручился Аким Керблагского района. 85 миллионов тенге требуется на ремонт 100 километров ирригационных сетей. В случае введения их в оборот возле села Кугалы станут доступны 10 тысяч гектаров дополнительной орошаемой земли. Кроме того, необходимо около 660 миллионов тенге для полного завершения строительства 50-квартирного дома в районном центре. В двух миллиардах тенге нуждается район на строительство поликлиники на 250 мест. Амандык Баталов пообещал рассмотреть проект и в случае необходимости привлечь средства из республиканского бюджета. Реально, что надо сейчас вместе отработать и нервы. Вот это по туризму, то, что в прошлый раз алкномет, да, алкномет, да, алкномет, да, все, что, пример, получал Берн-Крызов. На благоустройство территории, на другие дела, вот, на водопровод, в Асхане, Берн-Берн, на амблигационные сети, парангер. 30-ти квартирный арендный дом намерены построить в Уштубе. Все необходимые документы имеются. Земля определена. Для реализации проекта требуется поддержка со стороны областного акимата. Для решения проблемы трехсменного обучения в селе Бастубе планируется строительство новой школы на 180 мест. Так как проект довольно крупный, без заполнительных вливаний не обойтись. Для этих нужд необходимо 1 миллиард 237 миллионов тенге. А для придания статического вида района в райцентре намерены разбить сквер, который станет визитной карточкой Уштубе. Так как Каратальский район считается аграрным, нам в первую очередь необходимо решить проблему с водой для орошения. Мы представили акиму области наши проекты. Вместе с тем некоторые населенные пункты требуют благоустройства. Надеемся, что сможем уже в следующем году начать все работы. Будут выделены средства на ремонт водопроводных сетей и водозабора в Искельдинском районе. В случае реконструкции более 10 тысяч жителей райцентра получат доступ к качественной питьевой воде. Заключение экспертизы имеется. А на освещение и замену устаревших фонарей необходимо 208 миллионов тенге. В районе необходимо 81 миллионов тенге. На капитальный ремонт улицы Талкихан в селе Бахтабай 43,8 миллиона тенге. Заключение экспертизы имеется. На средний ремонт улицы района 473 миллиона тенге. На текущий ремонт улицы района 45 миллионов тенге. На капитальный ремонт здания ветеринарной станции в селе Караблак 186,4 миллиона тенге. На разработку ПСД по капитальному ремонту семей средних школ на районах на общую сумму 144,9 миллиона тенге. 81 миллиона тенге требуется на разработку ПСД новой школы на 600 мест в Коксусском районе. На базе объекта учреждения планируется открыть лицей физико-математического направления. Также нужны средства на строительство 13 и капитальный ремонт трех медобъектов. Просьбу Акима района глава ЖТСУ принял во внимание. Все вопросы будут непременно рассмотрены, заверило руководство области. 196 километров дренажных каналов, которые все мы документы приготовили, тоже заявку отправляли на очистку 37 дренажных каналов. У нас 2000 гектаров на них подвешены, то есть постоянно заоболочивание идет. При уборке урожая комбайны застревают и очень тяжело. И просим поддержать на разработку, реконструкцию именно одного облака бывшего детского сада 16,3 миллиона тенге. Большая часть проектов, предложенных Акимами районов, касается строительства школ, домов культуры и так необходимых в нынешних реалиях больниц и акушерских пунктов. Все они будут включены в региональную программу развития, но и поэтапно. Подытожил Амандык Паталов. Дамир Анитов, Жатлан Ченкенжи, телеканал ЖТСУ. Отчетные встречи – это не только разбор полетов и главный разговор в деле решения проблем, но и задел на будущее. Именно здесь становится ясно, над чем намерены работать Акимы и что нового ждет всех нас. Один из крупнейших летних загородних лагерей намерены построить в Алматинской области. Он раскинется в туристическо-привлекательной зоне села Акши на побережье Алаколя. Стоимость объекта свыше 1 миллиарда тенге. Такую новость озвучил Аким Алакольского района и заверил, что проект реализует уже к новому туристическому сезону. Его исполнение Аким области поручил держать на особом контроле, ведь дело касается детей. Впрочем, это не все новшества, ожидающие приграничный район. В минувшую пятницу вместе с Акимом Алакольского района отчет держали еще 5 Акимов районов Южного региона. Сразу 8 сельских Акиматов подлежат капремонту в Карасайском районе. Бывшее здание сельсовета обетшало. Учитывая, что Акимат связующее звено между народом и властями, ремонт здания одна из существенных задач. Кроме того, в районе есть реальная проблема трехсменных школ. К слову, их в районе 12. Для ликвидации извечной проблемы руководством района предпринят ряд значимых мер. Так в селе Хошмамед будет построена новая школа на 600 мест. В связи с этим Аким район озвучил потребность 55 миллионов тенге на разработку проекта. Кроме того, актуальная проблема – нехватки школьных автобусов для перевозки школьников. Сделайте типовой проект, это же сельский Акимат. Там набор комнат тоже одинаковый. Все одинаковое. Размер одинаковый. Стоимость должна быть одинаковая. Типовой проект. И везде сельские Акиматы. Вот так строить. Потребность в автобусах наблюдается в Волокольском районе. Семь транспортных средств уже есть. Нужны еще четыре. Радостным событием в предстоящем году станет увеличение посевной площади в Волокольском районе. Из-за изношенной оросительной системы лишь 31 тысяча из 41 тысячи земель были использованы крестьянами. В связи с этим Акима района выразил потребность в ремонте 360 километров сетей. Это непременно благоприятно скажется на развитие сельского хозяйства, уверен он. Кроме того, в районе большое внимание уделяется развитию туризма. Для большего привлечения туристов ряд объектов требуют капремонта. В их числе лагерь «Жалын». На его реконструкцию необходимо более 1 миллиарда тенге. По словам Акима района, в день зоны отдыха на побережье посещают до 24 тысяч человек. Важная организация – досуга молодежи. В планах властей строительство четырёх парков и спортивного комплекса на 1 миллиард 734 миллионов тенге. Она станет кузницей будущих чемпионов. В новом летнем лагере мы предусмотрели практически всё. Будут пандусы для инвалидов, тактильные дорожки и так далее. Комнаты будут светлыми и просторными. Проведём полное озеленение территории. Будет парковка, спортивная площадка. Будет всё. Насчёт внешнего вида мы с вами ещё встретимся и обговорим. Где надо – поменяем дизайн. Думаю, проект будет грандиозным. Ряд проблемных вопросов, не требующих отлагательств, есть и в Толгарском районе. Так, почти миллиард тенге необходим для выкупа земельных участков, попадающих под строительство автодорог на пути к Бакаду. Таких 69. Ещё 20 участков намерены выкупить под строительство 8 школ, в числе которых 2 объекта образования на 1200 мест в райцентре. Кроме того, радостным событием для жителей райцентра станет установка 31 модульно-блочной котельной. Их создание позволит обеспечить теплом свыше 26 домов на 208 квартир Толгара. На проектную сметную документацию требуется 105 миллионов тенге. Через земельных лет везде трубы торчают. Люди на пятый этаж носили уголь, трава. 2000 квартир – это будет обеспечено теплом. Вообще это здорово. Нехватка поливной воды – извечная проблема Янбекши-Казахского района. Причина дефицита, по мнению Акима района, изношенность ирригационных сетей. Необходимы финансы для реконструкции оросительных сетей сразу в нескольких сельских округах. Амандык Баталов поручил внести данный вопрос в реестр. Кроме того, необходимо проведение текущего ремонта водопроводных сетей в 15 населенных пунктах. Ориентировочная стоимость – 150 миллионов тенге. В регионе с высоким демографическим ростом по-прежнему остро стоит вопрос трехсменного обучения. Сорганы, отдел земельных, центр, здания. Архитектуру все сидят в старых, в особенных помещениях. Барс здания, Салпирсик – одно здание. Весомую поддержку обещают оказать и властям Балхарского района. Как всем известно, в регионе имеются привлекательные туробъекты, в числе которых зона отдыха Харауэй, Хюган, Жиделе. Для благополучного прибытия туристов нужно построить два моста через реку Арастан и канал Дарибай. Для этих целей суммарно требуется 26 миллионов тенге. Помимо этого, радостным событием стало подключение района к долгожданному природному газу. Благодаря вашей поддержке мы смогли обеспечить голубым топливом сразу два крупных населённых пункта. Это райцентр Баканас и село Ахдала. Работы ещё не завершены, однако прогресс огромен. Кроме того, необходимо отремонтировать дорогу, ведущую к зоне отдыха Харауэй. 6 миллионов тенге необходимо нам на ПСД. Проблема очерёдности будет поэтапно решена и в Жамбылском районе. Сразу 8 многоэтажек по 60 квартир, каждая станут украшением посёлка Узанагаш. Главе региона представили экскизы проекта. Красивый облик сооружений, дворовая территория, благоустройство. Проект предварительно одобрен, однако требует детального рассмотрения. По словам Акима Багдата Алиева, для реализации грандиозного плана необходимо 2 миллиард 630 миллионов тенге. В целом, практически все озвученные Акимами вопросы решаемы, заявил глава региона. Большинство из них обязательно войдут в реестр при распределении бюджета на последующие годы, что и станет залогом развития регионов. Дамир Анитов, Абзал Мусипов, Телеканал ЖЦУ. Развитие туризма набирает обороты в Алматинской области. Учитывая ситуацию в мире, большую ставку делают на внутренний туризм. Здесь в центре внимания Ковшигай, озеро Балхаш и Алаколь, горный кластер Текили и, конечно, достопримечательности областного центра. А их сегодня немало. Талткурган за последние годы буквально расцвел и стал не просто красивым современным городом со своим неповторимым стилем и обликом. Впрочем, и проблем сегодня в городе немало. На их решение и акцентировал внимание Аким области на встрече с Акимом областного центра. Что нового ждет Талткурган и вместе с тем, на что намерены сделать ставку Акимы Сарканского района, городов Ковшигай и Текили, расскажет мой коллега Дамир Анитов. Ковшигай – одно из главных туристических мест области. Здесь действует 85 объектов туризма. Из-за пандемии зоны отдыха работали с 50% наполняемостью. Пользуясь временным затишием, власти района намерены провести работы по благоустройству пляжа номер 8. Но это требует финансовых затрат на проектно-сметную документацию в размере 2 миллионов тенге. Кроме того, 91 миллион тенге необходимо для закупа дополнительного освещения на улицах города. Радорабатывается ПСД по восстановлению ирригационных сетей Щенгельдинского массива. Реализация проекта позволит обеспечить поливной водой более 1760 гектаров орошаемых земель подвешенной площади. Еще один важный вопрос, требующий дополнительного вливания в строительство школы в Капшагае на 900 мест и 20-квартирный арендный дом в Заречном. У нас в 10-м микрорайоне есть участок 3,9 гектаров земли. Недавно мы получили госакт и перенаправили его в отдел строительства. Мы подали заявку на строительство 6 домов по 60 квартир каждая. 81 миллион тенге нам надо на строительство и 21 миллион на инженерные сети. Если вы дадите добро на постройку 20 домов в Заречном, то затем мы приступим к строительству этих домов в Капшагае. Таким образом, у нас уже есть план действий за два года вперед, и мы планируем работать на опережение. Туризм в приоритете и в Сарканском районе. Для его развития вдоль побережья у озера Балхаш планируется проведение работ по улучшению инфраструктуры на сумму 4 миллиарда тенге. А для обеспечения транспортной доступности горного туризма необходим средний ремонт дорог. Все эти проекты непременно приведут к росту числа туристов, уверен Аким района. Вложение в виригационные сети Тауке Ашилиюзек – еще один вопрос, требующий детального рассмотрения. Вода по каналам поступает на 28 тысяч гектарах орошаемых земель. Учитывая, что Акцузский сахарный завод выходит на полную мощность, возделывание сладкого корнеплода – первостепенная задача. Перебоев или нехватки воды быть не должно, заявил Амандык Баталов. На проектно-смертную документацию требуется 888 миллионов тенге. А чем больше поливных земель, тем больше севоборотов идет. Чем больше потом увеличивают площадь посева с сахарной северной. Другие районы чуть-чуть подождут. Где свеклосеющие, с местного, даже республика Бермеселя, местные, берег надо развивать эти северы. Новый сквер появится на самой длинной улице Казахстана. Цветочные клумбы, деревья, скамейки и различные инсталляции станут его украшением. Для воплощения этого проекта власти моногорода Текили нуждаются в 20 миллионах тенге. Говоря о проблемных вопросах, решением задач обеспеченности качественной питьевой водой жителям моногорода стало бурение четырех скважин. Однако для завершения работ необходимо дополнительные 14 миллионов тенге. А для решения проблемы очередников намерены возвести 5 40-квартирных домов. На подготовку поезда необходимо 87 миллионов тенге. Амбициозные планы строятся и в сфере туризма. Летать на парашюте, покататься на велосипеде, покататься на мотоциклах, на мотоциклах. Это вот такие вот хорошие. И когда туда приезжают, гиды будут у нас находиться и здесь, и гиды будут здесь. И именно сама школа гидов, у нас тоже ребята приехали, говорят, хотят открыть школу гидов. Здесь разместиться и уже с ними отрабатывать, и уже дальше по направлению все будет отрабатываться. Завершающий отчет представил Аким города Талдыкурган Галмжан Абдраимов. Городоначальник выразил потребность приобретения 38 единиц техники на сумму 1 миллиард тенге. Это два лаповых снегопогрузчика, пять поливомоечных машин, 20 тракторов, пять комбинированных мини-машин для уборки тротуаров и другое. Коммунальная техника призвана выполнять работы по обслуживанию городской инфраструктуры. Амандык Баталов поддержал идею и поручил внести его в реестр. Вместе с тем глава региона подверг жесткой критике реализацию проекта по привлечению инвесторов. Областной центр подытожил Акима Матинской области. Пример для всех районов и городов ЖТСУ. И работа здесь должна проводиться на высоком уровне. Дамир Анитов, Абзал Нусипов, Телеканал ЖТСУ. Подвели на этой неделе итоги 9-го республиканского гражданского форума. Из-за пандемии мероприятие проходило в онлайн формате. Однако именно это обстоятельство помогло увеличить число участников. В этом году онлайн-конференция собрала почти 30 тысяч человек. Активность на форуме смогли проявить не только крупные неправительственные организации, но и самые небольшие, но уже внесшие свою лепту в социальную жизнь страны. Как в этом отличилась Алматинская область, расскажет Рустам Раубаев. В течение недели неправительственные организации подводили итоги проделанной за год работы. На обсуждение выносились идеи по улучшению реализации общественного контроля, бизнеса и других сфер деятельности. В общей сложности озвучено порядка 650 рекомендаций. Глава области Амандах Баталов лично отметил важность совместной деятельности государства и НПО и подчеркнул, что общественная работа – это призвание людей с активной гражданской позицией, стремящихся принести пользу своей родине и соотечественникам. Спасибо вам за проделанную работу. Я вижу, сейчас неправительственными организациями реализуется множество проектов. Достижения, которые мы сегодня имеем, это результат совместной работы. По итогам гражданского форума самые активные НПО, реализующие востребованные социальные, культурные, спортивные и другие проекты Житцузского края, удостоились государственных премий в размере до 5 миллионов тенге. Аким Алматинской области Амандах Баталов лично вручил награды лидерам среди неправительственных организаций. Сегодня в торжественной обстановке прошло награждение победителей номинантов премии НПО. В Алматинской области 5 организаций были признаны лучше в каждой своей номинации и получили денежный сертификат. Это в основном используется для улучшения базы, материально-технической базы для общественных организаций. На данный момент в Алматинской области имеется порядка 400 активных НПО. В целом с начала года в рамках 9-го гражданского форума организовано порядка 40 диалоговых площадок и проведено 15 встреч на уровне первых руководителей центральных государственных органов. Ну и то, как можно стать успешным в бизнесе, выбранной профессии, политике и общественной деятельности, причем довольно в юном возрасте, наглядно продемонстрировали яркие представители молодого поколения. Самые идейные, целеустремленные и креативные в области выбрали молодых лидеров. Конкурс Кошбаши, который, кстати, проводится в Алматинской области уже 15 раз, определил победителей по 20 номинациям. Многим нет еще и 25, а они уже и в профессиональном плане состоялись, и об общественной жизни родного края не забывают. Есть и примеры настоящего героизма. При отборе самых-самых в первую очередь учитывались достижения в профессиональной, общественной и спортивной жизни. Весьма ценные призы, а это денежный сертификат, диплом и специальный сувенир. Победителям вручила Кимобласти Аманда Кбаталов. Нынешняя премия Кошбаши стала 15-й по счету. Ежегодно мероприятие объединяет самых талантливых, образованных и трудолюбивых представителей молодежного сообщества ЖТСУСКОГО Края. Ежегодно на образование и поддержку молодых людей в Алматинской области выделяются миллиарды тенге, и эти инвестиции приносят свои плоды. Стараниями молодых людей в регионе реализуется ряд инновационных проектов. Как отметил в своей поздравительной речи Акимобласти, молодежь – это двигатель прогресса и развития. По республике наша область – одна из ведущих. По всем сферам мы демонстрируем хорошие показатели. И в этом есть немалая заслуга молодых людей. Мы всячески будем поддерживать новое поколение ЖТСУ. Особый акцент сделан на воспитании здоровой нации. На сегодня мы построили 9 физкультурно-оздоровительных комплексов. Планируем завершить еще 7. Помимо этого, полмиллиарда тенге мы выделим на развитие массового спорта. Хочу поздравить всех победителей премии «Кочпаши-2020». Желаю вам здоровья, сил, вдохновения. Достигайте новых вершин. В этом году особую лепту в улучшении жизни населения внесли волонтеры. В столь непростое время пандемии они оказывают поддержку всем, кто нуждается в ней. Один из ярких представителей – Алмат Есимбек. За активную работу движения добровольцев он удостоился премии в номинации «Лучший волонтер». Получить эту награду для меня честь. Я работаю в районной газете Алакольского района и по совместительству занимаюсь волонтерством. Вместе с единомышленниками мы инициировали движение «Брарман», а затем запустили акцию «Давайте состязаться в благих делах». Жители района ее с радостью поддержали. И мы при помощи меценатов и неравнодушных людей помогли более 3000 семьям Алакольского района. Спасибо большое, что оценили мой труд. Эта награда меня мотивирует на свершение новых добрых дел. Следует отметить и особый вклад героев в белых халатах. Одна из них – Аселия Умербекова. В течение всего года она неустанно трудилась в Центральной районной больнице из Кельдинского района. Потому по праву и получила награду «Лучший молодой врач». Среди прекрасных представителей с победу праздновала и Мадина Турдаш. Студентка четвертого курса стала одной из главных активисток ЖТСУСКОГОУ. За четыре года я участвовала в разных конкурсах, в разных олимпиадах, мероприятиях. Я являюсь активисткой не только в университете, а также веду мероприятия разные городского, областного уровня. Также у меня есть научные статьи. И поздравляю номинантов всех. Огромная благодарность Акиму области, Амадеку Габасовичу, а также всему оргкомитету этого мероприятия, а также всем моим родным и близким за поддержку. А вот в одной из самых новых номинаций премии «Лучший молодой литературовед» победы достался Ельдосу Токторбаю. Лауреат Государственной молодежной премии Дарын издал десятки научных трудов. Полученная премия стала внушительной мотивацией для молодого ученого. Я очень рад, что победил. Спасибо большое всем, кто учредил эту премию, и тем, кто болел за меня и поддерживал. Я специально приехал из столицы на малую родину, чтобы трудиться во благо ее развития. Сейчас я работаю еще над одним трудом. Надеюсь, моя работа принесет немало пользы. Всего в ходе мероприятия наград удостоились 20 молодых специалистов разных сфер деятельности. Их труд, целеустремленность и преданность любимому делу – пример для всех представителей молодого поколения. Главный девиз каждого – во благо будущего страны. Ануар Роман Гильдинов, Жаслан Шингенжи, телеканал ЖИЦУ. Уже на следующей неделе казахстанцы отметят День первого президента. Это особый день в казахстанском календаре праздников. И в первую очередь потому, что это день первых всенародных президентских выборов в независимом Казахстане. 1 декабря 1991 года на всенародных выборах абсолютное большинство голосов было отдано за Мурсултана Назарбаева. Этот выбор стал поворотным моментом в истории Казахстана. Отдав свои голоса за первого президента республики, казахстанцы сделали свой выбор в пользу мира и стабильности, межнационального согласия и процветания. Это сегодня доказано и временем, и делом. Изменила жизнь многих и личная встреча с первым президентом страны. Именно в своих незабываемых впечатлениях и тем, как Ельбасы участвовал в судьбе отдельно взятого человека, те, кому посчастливилось встретиться с Нурсултаном Назарбаевым, в преддверии праздника поделились с нашим корреспондентом. День первого президента – важный праздник для всей страны. Особое же значение он имеет для тех, кому повезло лично встретиться с Ельбасы. Одна из таких людей – почётный гражданин и председатель Совета матерей Кирбулакского района Галия Акбасова. Педагог со стажем и многодетная мать. Дважды встречалась с Нурсултаном Назарбаевым. Впервые увидеть Ельбасы ей удалось в 2001 году. Тогда она принимала участие в съезде учителей Казахстана. Вторая встреча состоялась через 18 лет. На 18-м съезде партии Нуратан. Каждый раз после встречи с первым президентом в моей жизни происходили положительные изменения. После съезда учителей начался карьерный рост. Из рядового учителя доросла до директора, а затем была руководителем отдела образования Кирбулакского района. Во время второй встречи с Нурсултаном Назарбаевым нам удалось поговорить. Выходя после съезда партии, он остановился возле меня, взял за руку и, отметив, что я многодетная мать, пожелал счастья мне и моим детям. Эти слова я восприняла как благословение. Для молодежи встреча с первым президентом всегда является судьбоносной. О таком важном событии признаются молодые люди. Помнишь всю жизнь. На родине у президента было открытие музея, и там удалось выступить перед первым президентом. Но чувства это непередаваемые, во-первых, потому что сердце так билось, я думаю, просто оно выпрыгнет. И я думаю, вот так, о которой говорили столько людей про его энергетику, она действительно существует, это действительно правда. Это на самом деле так, потому что она передается тебе. Я думаю, мы показывали много, десятки примеров, перед кем, когда ребята выступали перед первым президентом. И в перспективе через энное количество десятков лет эти ребята действительно добивались успеха, во что я тоже верю про себя. Я думаю, что у нас тоже впереди. Первый президент Республики Казахстан внес огромный вклад в становление и развитие нашего суверенного государства. Благодаря его мудрой дипломатии мы признаны страной, ведущей последовательную внутреннюю политику, направленную на укрепление толерантности и согласия всех этносов. Так, по решению Нурсултана Назарбаева, ровно 25 лет назад был создан уникальный институт дружбы – Ассамблея народа Казахстана. Это был момент очень ответственный, очень тревожный момент был после развала СССР. И вот тогда самое главное было сохранить хрупкий мир и согласие в нашем обществе. И вот, прекрасно понимая это, Нурсултан Абишевич принимает вот такое мудрое решение создать, ну тогда еще Ассамблея народов Казахстана она называлась, вот, именно чтобы представители всех этносов почувствовали вот уверенность, да, вот что они нужны государству, что они о них заботятся, это был очень важный момент. Я считаю, что Ассамблея все эти годы сыграла неоценимую роль в сохранении, укреплении мира, стабильности и межнационального согласия. Первый президент принял немало важных решений для страны. Указ закрыть Семипалатинский полигон, где проводились испытания ядерного оружия, внес Казахстан в число самых безопасных стран мира. А строительство новой столицы, города Нурсултан, который буквально стал визитной карточкой государства, многие по праву называют одним из главных успехов Казахстана. Наш Эльбасе, наш первый президент Нурсултан Абишевич Назарбаев, он сохранил нашу государственность Казахстана. И в этом государстве каждый народ, каждый этнос себя считает частицей этой земли. Ту дорогу, которую он перед нами поставил, тот путь, он очень правильный, очень удобный, очень хороший. Поэтому я очень доволен, что именно в этот исторический период наш Эльбасе, первый президент Нурсултан Абишевич Назарбаев возглавил государство. Это Всевышний не каждому народу дает, он именно дал благословенной казахской земле такого мудрого, дальневидного, умного лидера. Сегодня путь выбранной Ельбасы поддерживает и действующий президент Казахстана Касым Жумар Токаев. И работа в этом направлении будет продолжена. Вместе мы создадим счастливое будущее нашей страны, подчеркнул глава государства в ежегодном послании народу. Надежда Белова, Абзал Нусипов, телеканал ЖТСУ. Ну именно так сложилась новостная картина этой недели. Встретимся на следующей только с хорошими новостями. До свидания. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА